а передо мной сейчас сидит один из главных гостей нашего фестиваля марат татурас марат привет привет как настроение как скажем так настрой на сегодняшний вечер отлично у меня всегда в чемоданчике кнопочки с ручками которые можно выкрутить совершенно разные настроение для себя и окружающим круто это это чувствуется чувствуется мне человек еще за пульт не встал а уже заряжает марат я знаю что ты меня обалденный музыкант что играешь почти на всех инструментах какие только в руки в общем попадут еще знаю что ты пишешь музыку сам а также пишешь музыку для фильмов я могу долго рассказывать давай лучше так чтобы из первого источника наши зрители и друзья узнали какие же гости а сегодня присутствует на нашем фестивале микрофон так передам на самом деле есть такая такое мнение что хорошему музыканту не нужно вообще есть такая фраза что хорошее тюновное без музыки красиво то есть музыкант на самом деле не важно музыка это структурированный шум скрипка например нам если мы возьмем инструмент скрипка это по металлической струне трется конский волос тогда вот если объяснить волосам по металлу труд до пальцами зажимают если по сути любой структурированный шум это уже можно начинать рассматривать музыку и как мне кажется одной из целей этого фестиваля сегодняшнего ну продемонстрировать в разные стороны это явление как сочетники музыкальных инструментов вот и то что касается разного рода инструментов то они же все примерно одного здесь струнный инструмент к ним относятся как гитара так гусли так и скрипка так и удок более этнический инструмент скажем ударный инструмент это перкуссия трещотки конги бонги кстати фортепиано считается струнно-ударным инструментом класс музыкальные инструменты делятся на разные классы и получается на весь это удеваешь каким-то рядом этих классов для себя открываются и все инструменты под виды этого класса вот на дальше уже дело техники и времени потрачено вот так вот у нас небольшой экскурс по струнно-ударным ты вот сегодня принимаешь участие фестиваля часто вообще фестивалишь и какую цель преследуешь вот ну для чего как-то провел одно лето каждые выходные посещаю фестиваль в виде музыкант значит некоторые здесь фестивали шли может быть неделю по всей россии то есть это получилось 12 фестивалей их много центральной части понятно больше в сибири но тем не менее реально очень много то есть в каждом крупном городе проходят крупные фестивали ряд я выступаю у меня график четыре выступления вот за эту неделю на прошлой неделе ну как бы так процессе идет такой постоянный постоянный движ в разные жанры музыки ночи фестиваль на самом деле такое место где не только слушатель получаешь новое из рук музыканта получается да где он напрямую общается с человеком который делает но для меня как для музыканта тоже очень интересно встретить посмотреть кто что выставил как работает какие инструменты используют какие технологии ну да никого такое музыкальное общение до что именно дает именно фестиваль потому что это клубные выступления как правило диджейские какие-то сеты и времени на разговоры особо нету а здесь за кулисах мы уже каждый час подряд обсуждаем какие инструменты вышли какие русские как крутится там и кто лучше делает японцы или американцы синтезаторы вот это на самом деле отличный такой отличный повод чтобы встретиться значит много сказать ну и меня напоследок какой-то совет от себя лично молодым начинающим музыкантам что нужно и важно в себе развивать чтобы достигнуть определенных успехов в данной сфере ну вообще музыка делится на два как мне кажется мира коммерческая музыка не коммерческая во первых важно понять для себя реально понять куда ты видишь коммерческую коммерческую и придерживаться этого пути до конца до того момент пока ты не поймешь что все вот я достиг точки да и это не какое-то малое там малейшее настроение страны реальность музыкантской так вот здесь важно твердое решение и стоятельность решил сделать экспериментальный амбиент в общем надо заниматься в любом случае тем чем ты любишь хочешь ну а что касается музыки то что верить в себя да хорошо это большая разница верить себе марат спасибо большое что уделил время не буду больше отвлекать от общения с друзьями и коллегами все пока пока